У жителей второго дома по улице Калинина красивый большой двор с уютной детской площадкой. Идиллию нарушает то, что находиться на ней опасно из-за покосившегося забора и сухих деревьев. Жильцы давно бьют тревогу и просят городские власти и руководство Политехнического университета забор на их балансе помочь. Деревья спилить, а железную решетку укрепить. Я ходила к Алаяну, но он мне только сказал, на это нужно миллионы. То есть мы сделать ничего не можем. Денег у нас на это нет. И потихонечку мне приходится самой рубить ветки, почищать этот забор, косить, все делать. Местные переживают, показывают. Из забора сыпятся кирпичи, прутья не закреплены. Дети, которые осторожностью не отличаются, могут повредиться. Жильцы ходили в мэрию, писали ректору, вузы обращались в природоохранную прокуратуру. Просьбы касательно сухостоя услышали. Вуз нанял рабочих деревья, что за забором, спилили. При спилинке деревьев по технике безопасности должны быть заградительные ленты, которые здесь отсутствовали. Деревья спиливали без надлежащих техник безопасности. Просто пригнали машину и пильщиков. Все, они пилили. Во время спилки одно дерево упало на детскую площадку, и оно согнуло турник. Представляете, а если бы здесь гуляли дети? Хорошо, вот у нас старший потом вышел и здесь сама стоял и детей отгонял. А так это вообще безобразие какое-то. За такую спилку их сажать надо. А растения с этой стороны двора оставили. Жильцы в собственном дворе уверенно себя не чувствуют. От заброшенного здания то одна опасность, то другая. Горела уже вечером часов 10. А бомжи тут каждый день. Мы их гоняем. Они ночуют у нас в подъездах. Замучились с ними. Они здесь этот забор разбирают, чермед сдают. Один раз я увидела, пошла к охраннику, а он говорит, это не мое дело. Все. И мы теперь никуда не ходим, сами гоняем их здесь. В ВУЗе нам ответили. Забор проверили. Угрозы он не представляет. Но проблема требует решения. И жильцов на произвол судьбы никто не бросит. Мы обследовали уже. И все, что касалось нас, мы слоевчилы перелим. Сейчас деревья, которые там остались, это или городские, или какие-то другие. То есть мы специально взяли экспликацию, это было полтора недели назад. То есть у нас была жалоба врачей. Мы на нее отреагировали. Посмотрели по территорию принадлежности деревьев, которые опасные наши, мы все убрали. По забору мы будем заниматься, конечно. Позиция мэрии такова. Сухостой принадлежит ВУЗу, несмотря на то, что те отмахиваются. Так написано в градостроительном плане. Поэтому в избежании трагедии ВУЗу все же придется спилить еще два дерева.